Ребята, всем здорово! Саныч на связи. Сейчас посмотрим вашу новую любимицу, потому что пишут, Саныч, это фаворитка новая, да? Не знаю, насколько это правда, но вам нравится. Еще раз хочу поблагодарить, ребят, тех ребят, которые задонатили на новый микрофон, ребят. На данный момент собрали 14 700 из 22. У кого есть желание поучаствовать в покупке микрофончиков, ребят, мои стали очень сильно барахлить, потому что уже старенькие и пробег на них конский. Ссылочки оставлю, конечно же, в описании, ребят. Буду очень благодарен. Добить осталось совсем немножко. Если сегодня дособерем, соответственно, завтра пойду и куплю новые микрофоны. Все расскажу, покажу, распакую, отчитаюсь. Заранее всем большое спасибо. Ну, а теперь, собственно, ребята, к чаечке. Я не знаю, за что вы ее полюбили, конечно, ребят, но тем не менее, комментарии соответствующие. Поехали! Вот, от ручного режима. Короче, на самом деле это действительно очень большая проблема. И мне очень печально наблюдать, что мужчины многие этого недооценивают и не понимают, потому что от вас могут женщины уходить и даже не объяснять, почему. Понимаете? Вот. То есть, ну, это деликатная тема. Не каждая готова на эту тему разговаривать и вообще работать, как-то прорабатывать вместе. А мужчины еще и, ну, не верят. Они думают, что все хорошо у них. Вот. Но на самом деле, вот как я, как у меня это все начиналось, я, то есть, когда мы только знакомились, он мне говорил, что, ну, то есть, когда у нас такие, да, тема, заводились, он мне говорит там, да, я там 2-3 раза в неделю, то есть все нормально. Вот. Потом начал мне, ну, не начала, я начала понимать, что-то не так. Он говорит, ну, я иногда делаю перед сном еще, мне так легче уснуть. То есть, начиналось все с франья. Легче уснуть. То есть, он это скрывал. Я так сейчас понимаю, она про… Рассказывает. Она уже об этом рассказывала. Это типа, я так понял, продолжение. Ну, муж ее в браке делал. Почему скрывал, как часто он это делает? И сразу отсюда, да, почему он это скрывал? Потому что он понимал, что он это делает часто. Значит, он понимал, что это ненормально. То есть, человек, который проблемы в этом не видит, врать не будет. Он правду скажет, что, да, я каждый день делаю, да, да, я могу пару раз в день. Человек, который действительно осознанно не понимает, что это проблема. Во-первых, я не вижу здесь никакой проблемы. Во-вторых, что нужно, короче, допустим, чайка стоит на кухне готовить борщ. Пришел, как бы, раз, развалил, как бы, и сидишь наяриваешь, прям при ней. Ну, а что скрывать, как бы, скрывать же нечего, да? Вот так нужно делать или что? Самого юношества занятие анонизмом, это какое-то некое таинство для юноши. И вы прекрасно знаете, допустим, что нас очень сильно троллить, типа, ааа, дрочишь, фу-фу-фу-фу-фу-фу, и поехали, как бы, да. Комплекс развивается, то есть, об этом никому говорить нельзя. И только пары, которые прям очень сильно друг другу доверяют, они могут прям даже самодовлетворяться таким образом. То есть, они ложатся друг напротив друга и начинают, как бы, сами себя ласкать, друг на друга смотря. Кстати, прикольный вид, интересный. Попробуйте со своими чайочками, прикольная тема. Поехали дальше. Не считает это проблемой, он не будет врать. А мне врал. Мне врал и говорил, что, ой, это пару раз там делают. То есть, он знал, что есть проблема. У него, я же говорю, я там в прошлом видео, по-моему, говорила, что у него бывшая девушка, с которой они прожили 6 лет. Ну, не прожили там, они 3 года не жили вместе, потом 3 года они жили вместе. И у них там было очень редко это все тоже. Слушайте, мне интересно, откуда она знает, насколько часто был секс у ее нынешнего мужа, ну, который уже является бывшим, с ее бывшей? Это она откуда знает вообще? И у него такая эгоистичная очень была девушка, прям вообще противопомощность. Мне было ничего, она никогда не готовила, не это. Ну, короче. И он сам с собой вот это вечером там себе натирал, понимаете, когда она вот засыпала. И он говорит, она даже не знала. Ну, а я уверена, что знала, потому что закончились их отношения тем, что она ушла к другому. Она не просто закончила с ним отношения, она к другому ушла, демонстративно. То есть, она же за этот период отношений еще и успела найти этого другого, понимаете? Вот чем заканчивается. То есть, его бывшая во время их отношений пошла налево, нашла там любовника себе. И она винить сейчас в их разрыве мужчину. Ребята, у них логика просто колоссальная. То есть, потому что он дрочил, она пошла налево. Вы просто вдумайтесь сразу, ребята. Мой муж дрочил, поэтому я пошла к возгину за гаражи. А ты, может, поинтересовалась, что он... Может, ты его не возбуждаешь. Может, у вас секс редко там или еще что-то. Может быть, поинтересуешься, нет? Нет, зачем? Вас ген за гаражами ждет. Все налажено. Все нормально. А он ее обвиняет, он говорит, что она предательница, она такая-сякая плохая. И он даже причины не понимает, почему она ушла. Вот такая вот история. Поэтому в моем случае все началось с вранья. Вот. Когда я начала поднимать эту тему, я увидела, что качество нашей интимной жизни начинает очень сильно хромать. Очень сильно. То есть, ему тяжело там финишировать. Ну, то есть, все, что я рассказала. И я, да, я начала поднимать эту тему, разговаривать с ним. Оказалось, что он и перед сном это делает. Потом выяснилось, что он и утром еще любит иногда это сделать. Потому что просто вот физиологически у него там все активно по утрам, как у любого мужчины. И он решил, что если активно, то надо. Ну, то есть, мышление, да, вот подростка какого-то. Вот. Ну, и да, вот такая вот история. И почему, почему, как бы, там я старалась как-то больше дать, чтобы ему, ну, думаю, если он этим занимается, значит, ему как бы не хватает. Ну, логично, да. Да, я думаю, надо как бы с ним чаще там это самое. Ну, то есть, я старалась вот так. Нет. Не работает ничего. Когда я начала с ним, я его начала просить. Говорю, перестань. Говорю, ну, нужно как бы, зачем ты это делаешь, если у тебя есть девушка. Я понимаю, иногда. Девушка. Девушка. Хорошо, ладно. Она в прошлом ролике рассказывала, типа, что у них был секс два раза в день. Минимум. Бывало и больше. В день. Не в неделю, не в месяц. В день. И говорит, минимум два раза в день. А бывало три-четыре. При этом, якобы, он там дрочил, короче, постоянно там и так далее. У меня вопрос. Почему ты к нему доколебалась вообще? Вот она. Вот это болезнь. Ты нездоровый. Прекрати. Что ты делаешь? Зачем у тебя есть девушка? Че ты к нему доколебалась? Скажи мне, пожалуйста, у тебя есть секс с ним? Есть. Каждый день по несколько раз. Че ты от него хочешь? Вот, допустим, хорошо, давайте сейчас поставим на ее место себя, к примеру. Допустим, у тебя там женщина, с которой у тебя есть прекрасный регулярный секс, великолепно все. Допустим, ну она вот любит по телебонькой, к примеру, там, да? Как бы вы отреагировали? Я, допустим, как нормальный человек, сначала с ней бы поговорил, говорю, слушай, хорошо, объясни мне, допустим, вот, ну, почему так? Тебе меня не хватает, я тебе не удовлетворяю. Может, ты что-то хочешь новое попробовать? А там, позы, виды, там, какие-то игрушки, там, что-то. Ну, объясни, ну, ты откройся мне, доверься, и мы с тобой об этом всем поговорим, и, возможно, решим эту проблемку, если это проблемка вообще. Если, допустим, мне, там, чаечка, действительно, есть какая-то проблема, там, что-то, я не так что-то делаю, она боится раскрыться, там, еще, ну, вот, в общем, решили проблему? Вообще супер, классно. Но если бы она мне сказала, типа, Саш, солнышко, вообще, вот, все классно, все супер, вот, я тебя люблю, там, вообще, ты меня удовлетворяешь полностью. Ну, мне нравится это делать. Поверьте, я бы ей в этом помогал бы. Вот, допустим, просто, а давай я тебе поделаю, к примеру, пальчиками, там, да, может тебе понравиться больше, как бы. То есть, я попытался бы подключиться к процессу, чтобы еще больше с ней, так скажем, быть в доверительных отношениях. Если бы она сказала, типа, нет, я хочу только одна, да ради бога, телебонькой. Я-то как от этого страдаю? Если у меня есть все регулярно, каждый день, по несколько раз, ну, если нравится ей, ну, пускай. Ну, если нравится ей, то пускай. В чем проблема? Нет, она убеждает, нет, у тебя болезнь, у тебя болезнь, брось, вылечись. Болезнь у нее, скорее всего. Она жениться этим проблем, ну, в плане, там, качество, количество, да. Зачем ты постоянно? Ну, мне нравится. Он мне говорит, ну, мне нравится. То есть, начинал с вранья 2-3 раза в неделю, у него, говорит, было. Потом оказалось, что и вечером, потом оказалось, что и утром, потом оказалось, что ему уже просто нравится. Потом он мне говорит, мое тело, мое дело. Я говорю, да ради бога. Я же не против. Твое тело, действительно, твое дело. Ну, когда, говорю, твое тело с моим телом, говорю, соприкасается, извините, то это уже не твое только лишь дело. Говорю, почему я должна страдать? У него просто нахер атрофировались там все чувствительные какие-то вот эти, да, моменты. Ах, какая страждущая, ребята. Что она страдает, я только не понимаю. Ну, якобы она говорит, типа, что из-за излишней мастурбации у него атрофировалась чувствительность, и он долго не может финишировать. Чаечки мои, раз прекрасно. Я вам, может быть, от лица всех мужчин скажу так, что если мужчина с вами долго не кончает, скорее всего, ну, прям через чур долго, это не значит, типа, там, знаете, там, полчаса, 20 минут, там, и так далее, да. Это, в принципе, такой среднячок, нормально. И меньше тоже нормально, там, кому как, по-разному. Ну, допустим, там, два часа. Вот это уже, скорее всего, вам, точнее, мужчина от вас просто не возбуждается должным образом. У него эрекция чисто механическая, механические понятия. Несколько разделяются понятия эрекции и либидо. Они бывают преобладать, бывают вместе, а бывают, допустим, чисто механика. Это похоже, знаете, когда вот чисто прием препарата какой-нибудь, там, типа, Виагра какой-нибудь, там, не важно, да. Ты не возбуждайся, он у тебя стоит. Такое бывает, допустим, частенько с утра, к примеру, там, да. Вот ты просыпаешься, ты вроде как не особо-то возбужден. Вот мужчины сейчас меня поймут, да. Ты вроде как не особо возбужден, ну, ты прям вот такой, прям, волн таких чувств ты не чувствуешь, да. Там, может, тебе что-то снилось, допустим, может, какие-то физиологические процессы у тебя были внутри, именно ночью, да, которые ты не чувствовал. Ты проснулся, просто у тебя стояк. Ну, вроде бы, как бы, не прочь, там, раз, чайку к себе и поехали. Супер, да. Но, допустим, это несколько отличается. Когда ты, вот, действительно, ты возбуждаешься на женщину, там, у вас потом с ней происходит секс. Это разные вещи. То есть, когда ты, допустим, меньше возбуждаешься, либо сильнее, и эрекция все равно присутствует у тебя. То же самое, допустим, и здесь, как бы, у него эрекция есть, она долгая. И, кстати, это еще, ей еще повезло, допустим, у него, в принципе, мог вообще на нее не вставать. Вообще, абсолютно. А она еще больше его в комплексы загоняет. Ты бы попыталась его как-то возбудить? Может, какие-то прелюдии? Нет, у него болезнь. И все. Прекрасный ответ. Менты, мозоли понатирались уже, ей-богу, понимаете? Ну, ну-ка, как наждачкой, каждый день его мусолить, понимаете, руками своими. Ну, ну, какие там, что там нужно? И все. И вот это превращается, мало того, что еще это не только физически, это очень тяжело. Это, ну, 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 то есть интим, да, вот извините за это все, это должно быть какой-то в кайф. А здесь это уже не в кайф, а это как работа над тем, чтобы оно, блядь, наконец-то финишировало. И это не в кайф, поверьте. И когда ты понимаешь, что причиной вот этой вот отсутствия чувствительности нормальной, как у мужчин должна быть, именно его рука причиной этому является, то становится просто невыносимо обидно, что какого хера я должна страдать от этого, понимаете? Вот, поэтому я, ну, я очень пыталась с этим работать. Я пыталась с ним по-хорошему, я пыталась с ним, то есть, всякими способами там. Там не надо сейчас писать, что и так, и сяк, и там надо было игривость. Там мужчины пишут, боже, господи, о чем вы вообще свои проблемы начинаете проецировать, ну, то есть. Вот, пожалуйста, она отрицает то, что я предложил, говорит, типа, ну, там, как-то, знаете, там, попытаться какую-то прелюдию, допустим, больше у вас будет, типа, а это ваши проблемы. Но если ты считаешь, что возбуждать мужчину это его проблемы, как бы, то ты вообще о каком сексе рассказываешь, тетенька, скажи мне, пожалуйста. Просто ищите игривость в своих женщинах, все вы мне это пишите, говорите это им. У меня, ну, с этим вообще никаких проблем никогда не было. И это к сути, к сути, не имеет никакого отношения к сути самого видео и проблемы. Вот. И, короче, что я там говорила, господи, я уже забыла. И, в общем, все равно он не мог, как бы, остановиться. Он не мог остановиться. То есть, вот он, как бы, понимал уже, что хорошо, да, это действительно тяжело. То есть, это уже доходило у нас до психологических каких-то дискомфортов, потому что он, зная, что я знаю, и он, зная, что проблема есть тоже. Ну, конечно, будет доходить до психологического дискомфорта, потому что ты его пилишь постоянно, и ты внушаешь ему, что это проблема. Ему, он уже, у нас был, как бы, в процессе, его мысли были о том, что скорее надо финишировать, то есть, у него вот это вот чувство внутри обязаловки. А в моей голове, наоборот, что, господи, как мне, я уже устала, и тоже надо довести его до финиша. То есть, у нас вот это уже дискомфорт, понимаете, и от удовольствия уже того, которое, как бы, нужно, уже не было. Вот. И, да, вот это вот все привело, вот эта зависимость привела к тому, что проблема стала одной из главных причин тоже расставания. То есть, там и так, их еще до хрена было. Ну, вот это тоже, ну, как бы, человек вот до конца, знаете, вот вроде бы чуть-чуть он понимал, все налаживалось, раз, потом раз, в один момент он опять хер забивал, и потому что, потому что ему, он себя очень любит, и он вот не хочет себя ни в чем ущемлять. Все. Ну, то есть, вот это, вот это уже нарциссизм пошел этот весь. То есть, может, мужчина, который действительно там очень любит свою женщину, она ему говорит, что, ну, вот, есть проблема, и он такой, хорошо, да, все, вот это вот, давай вот так сделаем вместе, проработаем, и все у них наладилось, и все хорошо. То в моем случае это был вот такой вот нарцисс именно, который очень тяжело эту проблему признавать хотел, во-первых, а во-вторых, просто, ну, он не любил себя ни в чем ущемлять. То есть, вот он захотел что-то сделать, он все сделал. Захотел он там себе помусолить, он помусолил, понимаете? Ему это было иногда даже интереснее, чем, как бы, со мной. Или для разнообразия, или... Вот так. Вот так. То теперь давайте, ребята, по полочкам. Прямо сейчас я вам расскажу, я открою страшную тайну вообще всей этой ситуации. Первое. Самое первое. Мужчине в отношениях мастурбация не нужна, не нужна, если женщина его полноценно возбуждает. Ну, понятие это глупо. К примеру, допустим, ребята, у тебя нет денег на еду. Ты кушаешь одни дошраки. Вот, ну, там, какой-то самый-самый дешван просто. У тебя там 50 рублей в день твой бюджет, как бы, ну, что ты купишь? Пойдешь дошрак, купишь, грубо говоря, там, ну, может быть, килограмм ячневой каши, короче. И ты ее заправлять даже ничем не сможешь, нифига, потому что нет денег на масло. Ты ее жрешь, 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 как бы, да, потому что почему? Потому что у тебя обстоятельства вынужденные. То же самое, допустим, когда у мужчины нет отношений, как бы, то есть кто-то снимает проституток, кто-то, допустим, просто передергивает, как бы, то есть он выходит из ситуации, так скажем, подручными способами, доступными. Что делает человек, который кушал дошраки, когда у него появляются деньги? Правильно, он идет и покупает себе нормальные продукты, там, и нормальные крупы, макароны, гречку, мяско, яички, там, молочку, там, все, что хочет. Может быть, если есть, даже избыток идет в кафе, то есть позволяет себе гораздо больше. Вопрос, он будет покупать дальше дошраки? Ответ, нахрен ему это надо. То же самое здесь в отношениях. Если, допустим, ты передергивал без женщины, без отношений, у тебя появляется женщина, которая тебя полностью устраивает, вопрос, зачем тебе дальше передергивать? А может, все-таки продукты хренового качества ты покупал? Ну, когда у тебя появились деньги, ты пошел в магазин, вроде бы как мясо купил, кусок, а там тухлятина, грубо говоря. В этом случае имеет смысл вернуться к дошираку, потому что, как бы, ну, если ты сожрешь тухлятину, как бы, тебе будет хуже. То есть, понимаете аллегорию, да, как бы? То есть, допустим, если мужчина, то есть, это ни в коем случае там никого не оскорбление, то есть, я просто рассказываю вам пример, да, чтобы было понятно. Если, допустим, мужчина входит с кем-то в отношения, с чаечкой, да, вот, и его эти отношения, ну, не совсем, так скажем, устраивают. Если честно, я его не понимаю, что он там в них делает, если она тебя не устраивает, да? Ну, и тем не менее, в нем только проблему искать, это тоже утопия. По факту, как бы, ну, она его не возбуждает. Но это еще не все, ребята. Здесь это все, вот она, типа, рассказала, типа, что это была главной причиной расставания, это была проблема, это была болезнь. Ребят, вы заметили, как она рассказала, типа, что говорит, что, а почему я должна терпеть, страдать, там, натирать мне, там, и так далее? Ну, то есть, смысл-то в чем, что он долго не может кончить, по сути дела, да, вот, и она от этого страдает. Я говорю, ребят, она с ним секса не хочет. Она говорит, что у них два раза в день минимум, два раза в день, прошу зафиксировать, а то и больше. И при этом он мастурбирует, из-за этого у него атрофировалась чувствительность, он с ней долго не кончает, и она из-за этого страдает. Ребята, она с ним спать не хочет, понимаете? Она не хочет с ним долго быть в постели. То есть, ей надо либо очень мало, либо вообще с ним не надо. Вопрос тогда сам собой возникает, так а ты его вообще-то дохочешь? Если ты, ну, для нормальной женщины, которая хочет, течет от своего мужчины, она хоть сутки напролет будет с ним в постели. И женщины это подтвердят. Ну, если так, без лицемерия, да? Да, конечно, там, если там сутками, как бы, ну да, я согласен, там, допустим. Ну, если два часа в день, слушайте, ну, по крайней мере, по юности, как бы, было и по пять, по шесть. Ну, сейчас, конечно, поменьше, там, да, ну, допустим, там, если со средней чайчика, там, час-два в день, это вполне себе нормально. В совокупности, да? Даже если за раз, как бы. Это ж не сутки напролет, как бы. Тем более, как бы, любые мышцы, любая слизистая, она имеет свойство привыкания. А у чайчик еще и растягивание. Ну, это так, к слову, как бы, да? Так что, в чем претензия-то? Ты просто с ним не хотела секса, поэтому для тебя это было проблемой, то, что он долго не мог кончать. А сама мастурбация для тебя просто стала поводом для расставания. Ну, и, соответственно, как бы, уже повод для манипуляции, навязывания своей воли, там, и так далее. Вот я сказала, не делай. Ребят, я понимаю, я вот, честно, был бы на ее стороне, если бы она сказала, типа, что, блин, он дрочит и со мной не спит нифига вообще. То есть, у нас там секс бывает раз в месяц, потому что он мастурбирует постоянно. Окей, я бы спросил бы, слушай, зачем ты, как бы, ее морочишь голову, как бы, ну, если ты не хочешь с ней быть, то уйди от нее, да? Либо ты уйди от него, почему ты с ним дотасуешься. То есть, ну, как бы там они вдвоем были бы, так скажем, не совсем адекватные. Ну, у них-то секс есть каждый день. Ну, ее не устраивает то, что он слишком длинный. Секс, я имею в виду, слишком продолжительный. Следовательно, проблема в ней, а не в нем. Мое субъективное мнение. Ребята, в общем, пишите комментарии, конечно же, по этому поводу. У кого есть желание помочь, ребята, с покупкой микрофона, буду вам очень благодарен. Все ссылочки есть в описании. Проходите и, если есть желание такое, поможете каналу. Всем прекрасного дня и хорошего настроения.